Всем привет! В этот раз мы посмотрим на видеоредактор, который отлично подойдет начинающим мувмейкерам. Называется он Bolid Movie Creator. И именно этот видеоредактор отлично, собственно, будет начальной таким столбом для того, чтобы вы дальше изучали всякие адобовские продукты, соневские, леполовские. Потому что, блин, забыл всех один, а здесь все достаточно просто, интересно и понятно. То есть у вас не возникнет особых проблем и моментов для того, чтобы использовать и изучать данный видеоредактор. Начнем с менюшечки. Можно создать новый проект, открыть, но тут, думаю, все понятно, недавно, сохранить, в общем, все как везде. Из настроек здесь русский язык, конечно же, некоторые дополнительные опции. Например, можно указать длительность фото, давайте укажем на 10 секунд, всегда указываю на 10. Ну и, конечно же, дополнительная история о программе там и так далее. Основное меню уже более интересное. Первая вкладка фото и видео, то есть сюда вы можете добавлять фото и видеоматериалы. И давайте это сделаем. У меня здесь есть несколько специально заготовленных видеофайлов. Просто перекинем сюда. Однозначно стоит сказать, что данный видеоредактор работает исключительно под Windows, начиная с Windows Vista и дальше. На Windows XP, к сожалению, работать он не будет. А еще он поддерживает различные ускорения видеокарт. То есть если у вас вдруг видеокарта поддерживает обработку видео в H.264, то рендеринг будет идти значительно быстрее, что весьма и весьма полезно для всех, абсолютно и каждого. Конечно же, есть у нас и дополнительные моменты. То есть, например, смотрите, у нас файл по возрастанию, побыванию, подать создание. Можно все это дело настраивать. Ну и, конечно же, если мы поднесем, у нас здесь есть описание, добавить выбранную картинку видео в проект. То есть мы можем, собственно, выбрать и переместить в проект. Однако, на самом деле, есть более любопытная история. То есть если мы сейчас возьмем видео и перетащим сюда, видите, прямоугольничек зеленый. Очень хорошо отражает, где он находится сейчас в проекте. То есть если мы берем второе видео, то это решающий фактор, потому что мы понимаем, что его мы должны установить максимально рядом. А максимально рядом в нашем случае это вот так. И, смотрите, длина и соотношение, собственно, визуалити по проекту, оно превращается вот в подобную историю. То есть уменьшается сам масштаб и удлиняется таймлайн. Справа мы можем посмотреть, сколько геймплея у нас сейчас залит. Ну вот у нас аж 43-минутный ролик получился. Давайте это уберем. Кстати говоря, видео, вот этот Capture, он взят с игры Assassin's Creed, новенькой Origins. И это записанная история на PlayStation 4 Pro. Так что вполне себе годно все у нас записано. 1080, 30 кадров, в общем, как полагается. Кроме этого, смотрите, у нас можно добавить дополнительные линии. То есть монтаж в нескольких линиях возможен. Сверху у нас аналогичная история присутствует. Конечно же, можно использовать веб-камеру, если вам нужно себя записать через нее. В принципе, это встроенные возможности. То же самое со звуком. Если мы сюда возьмем, вот добавим, у меня здесь подключен сейчас Samsung Meteor Mic, и мы, например, запишем маленький фрагментик моего голоса. Всем привет! В этот раз вы посмотрите видео, которое перевернет ваше сознание и сможет изменить вашу жизнь. То есть мы берем аудиофайл, устанавливаем его вот сюда, вот вниз на таймлайн, соответственно, создав новую линию. Сдвигаем в край. Ну и можем, соответственно, редактировать, передвигая ползунок и нажимая на кнопочку разделить фрагмент с текущей позиции. Ну и, конечно же, мы можем плавное нарастание, угасание, скорость, соответственно, вырезать. Все это здесь есть. Настройки громкости звука аналогично присутствуют. То есть, например, настройки громкости звука нам нужно вот здесь сейчас настроить. Мы убираем весь звук из игры и оставляем только звук нашего голоса. Вполне себе удобная функция. Почему можно добавить ключевые точки? Ну и, соответственно, закончить, например, редактировать аудио. Давайте тоже здесь закончим. И получим вот соответствующий результат. Я предлагаю, на самом деле, вот здесь вот сдвинуть. Вот так вот. Оп, разделили фрагменты. Значит, основной мы вот этот вот можем уже вырезать. Он нам не нужен. Так, и оставляем только вот этот. Так, сдвигаем. И можем прослушать полученный результат. Да, у меня все работает. Не знаю, честно говоря, слышно вам это или нет. Но факт остается фактом, что все прекрасно работает. Что касается дополнительных особенностей, то понятно, что мы можем экспортировать сюда музыку, добавлять ее на фон. Делается это абсолютно точно так же. Функционал у нас полноценный. Есть переходы. Их действительно очень много. И это круто. Потому что они должны быть. Если вы не делаете подобные эффекты, то, в принципе, вообще будет это все неинтересно. Слушайте, их тут очень много. Смотрите-ка. Прикольно. Соответственно, если вам это нужно будет добавить, то, конечно же, можно это сделать легко и непринужденно. На самом деле, функционал очень-очень любопытный. Очень интересно все реализовано. А вы знаете, везде случайные переходы. Ну, давайте попробуем поставим, почему нет. Может быть, действительно, будут у нас какие-то случайные переходы. Если с практической точки зрения смотреть, что здесь куча переходов, то это, конечно же, абсолютно решает. Также, смотрите, у нас есть различные эффекты. То есть, если я сейчас включу здесь, мы можем, в принципе, наверное, даже попробовать что-то наложить. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Ну, например, мы хотим сделать эффект, ну, вот такой. Почему нет? Сейчас мы накладываем. Он у нас появляется на экране. Мы его раскрываем на всю. То есть, насколько это возможно. Так. Подтягиваем картиночку. И в итоге получаем вот конечный результат в подобном ключе. На самом деле, таких эффектов тут достаточно много. И то, как они работают, исключительно в вашей креативной фантазии. Потому что все это настраивается действительно буквально в один клик. Ну и, соответственно, если мы посмотрим на дополнительные вот эти истории, то здесь тоже можно всякое разное воткнуть. Например, смотрите. Сейчас мы добавим это. То есть, мы можем наложить эффект вот такого макбука. И в итоге у нас видео будет сначала идти вот так. А потом перейдет в изображение на макбуке. Мне кажется, очень прикольно, интересно. Здесь, к тому же, есть несколько вариантов и планшетов, и телефонов, и всего, что вы захотите. Так что, абсолютно решает. В принципе, наверное, здесь еще можно посмотреть на различные настройки. То есть, указать область, все дела. В общем, вполне себе любопытные такие клипорты доступны. Что касается дополнительных, собственно, особенностей и возможностей. Я предлагаю, на самом деле, сделать разделение. Вот эту штучку полностью удалить. То есть, оставить видео минимального размера. Но при этом мы установим вот сюда вот, например, давайте вот сюда вот. Еще одно видео, которое у нас сейчас выглядит как хромакей. Как вы видите, вот оно вполне себе. И, соответственно, мы нажимаем сюда применить эффект хромакей. Так, чувствительность смотрим, настраиваем. Так, то есть, например, мы можем, наоборот, уменьшить усилить. Вы видите, вот сейчас меняется здесь картинка. Оно немножко не такое качественное, потому что нам необходимо, собственно, сначала видео срендерить. Сейчас оно в пререндере немножко худшего качества. Ну и, конечно, наоборот, улучшение шума аудио. Давайте, кстати, попробуем, посмотрим, что это такое. Да, у нас шумоподавление, нормализация громкости. Все это здесь присутствует. Прикольно, прикольно. Я такие штуки люблю. Считаю, что немаловажно, когда они присутствуют. Можно настраивать эффект зума, то есть приближение. Конечно же, есть добавить эффект выделения. То есть вы можете выделить какую-то определенную область для достижения своего какого-то креативного эффекта. Ну и, конечно же, добавить текст. Давайте вот добавим текст здесь. Напишем сейчас на PlayStation 4 Pro. Укажем текст, например, белым. Плавный переход, плавный переход. Да, давайте выберем вот этот вот. Удалим кусочек текста. Ну и, конечно же, выделим вот этот. И укажем немножко какой-то другой шрифт. Например, вот такой. Он будет смотреться здесь явно интереснее. А вот и размер текста. Итоговый мы уменьшим. Давайте посмотрим. Плюс мы его можем подогнать уже здесь локально. Как мы захотим. Так. Так. Ну и, например, добавить текст следующим образом. Давайте. Сейчас мы его убавим вот так вот. Убавим вот так вот. Да. И вылучаем, собственно, достаточно прикольный текст. Так. Сейчас мы этот, собственно, текст передвинем в самое начало. И увеличим его длину на протяжении всего ролика. Так. Я понимаю, что вот здесь пока у нас идет хромакей, у нас это лишнее. Соответственно, мы можем это немножко сдвинуть сейчас. Так. Сейчас. Что касается дополнительных настройок изображения, то, смотрите, здесь можно настроить яркость, контрастность и все остальное. То есть, если нам нужно картиночку сделать поярче, но при этом, например, усилить еще и контрастность. Да, мы можем это сделать и увеличить насыщенность. Давайте так. Баланс. У нас может быть теплее, холоднее. Прикольно отстраивать баланс. Например, вот. Ну ладно, давайте по нулям. Все-таки оставим оригинальный баланс белого. А вот зеленый пурборный здесь, да, в принципе, тоже самое сброс. Я думаю, оставим так. Вполне себе неплохая картинка на выходе получается. А у нас, собственно, настройка звука. То, что я и говорил. Здесь быстрые шорткаты. Вырезать выделено. Пожалуйста, тоже можно. То есть, проще говоря, у нас есть определенно выбранная область. И ее можно вот, собственно, выбранная область. И мы можем ее вырезать, если нам это необходимо по какой-то причине. Весьма удобная функция. Ну, конечно же, копировать выделенную сферу. Ну, и, конечно же, копировать выделенную область тоже возможно. Ну, и вставить здесь. Удалить. Тут все более-менее тривиально. Соответственно, звук у нас настраивается здесь. И, в принципе, по функционалу у нас фактически все. И мы можем далее что сделать правильно? Сохранить это видео. Но, смотрите, это делается не просто так. Мы, конечно же, указываем формат файла. Например, в нашем случае это будет MPEG-4. У нас есть лучшее, хорошее так себе поставить битрейт вручную. Мы поставим на лучшее качество изображение. Оставим аппаратное ускорение. И звук выставим. Вот как, собственно, у нас и выставлен. Здесь даже и про это особо мне нечего. Конечно же, все, что нужно, у нас остается. Что получаем на выходе из данного видеоредактора? В принципе, для большинства задач этого видеоредактора будет более чем достаточно. Он действительно очень быстрый, действительно очень интересный в плане наличия переходов, эффектов и всего остального. Как вы видите, здесь можно сделать все, что душе заблагорассудится и скреативить по полной программе. Да, конечно, он не может тягаться с суперпрофессиональными видеоредакторами, но, скорее всего, и вы ими пользоваться не можете. И вам нужно что-то проще, понятнее. И для новичка воспользоваться подобным видеоредактором, весьма недорогим, я подчеркиваю, это действительно очень недорого. Плюс есть риэл, который можно попробовать. То есть, однозначно просто must have. То есть, я по факту, наверное, учился бы вот по такому даже с большим энтузиазмом, чем мне пришлось изначально осваивать что-то большее, чем какой-то такой видеоредактор. Просто в то время, когда я изучал видеомонтаж, таких приложений фактически не было. А сейчас вот оно наглядное, все на месте, и хочешь звук писать, пиши, хочешь свепки писать, пиши, хочешь монтировать, сейчас здесь прям вот все сделать, добавить, эффект переходы. Все здесь есть, все можно делать. И, на удивление, работает действительно быстро. Причем настолько быстро, что я, честно говоря, даже удивляюсь, что все реально вот так хорошо. Зачастую все, на самом деле, не так хорошо, и здесь все работает много хуже. А по факту, наоборот, у нас получается очень даже неплохой результат. Давайте посмотрим, что у нас в видео. Итак, давайте попробуем сохраним данное видео. У нас здесь можно выставить разрешение. Например, я хочу 4К, вот такое извращенец, но и хочу, собственно, некоторые другие моменты. Смотрите, в 4К у нас недоступен Бэк 4МКВ. Фу, нет. Давайте тогда воспользуемся более, так, особо. Настроим сами. О, вот это мне нравится. Поставим 1920 на 1080, 16 на 9, и укажем, что нам надо царские 60 кадров. Так, окей, хорошо. Нажмем на сохранить видео, укажем формат Бэк 4, качество лучше, звук меня устраивает, название файла можно указать и выбрать папочку, куда все это будет делаться. Итак, нажимаем пуск. Так, вот я уже игрался здесь и настраивал. А теперь мы смотрим, сколько здесь будет идти рендеринг. Ну, будет идти порядка 28 секунд на 20-секундный ролик. Посчитайте, сколько будет более длинное видео рендериться. И, вы знаете, вполне себе неплохой показатель, потому что обычно вот эти небольшие видеоредакторы рендерят видео много дольше, чем крупномасштабные вот эти все приложения. А тут все наоборот, все быстренько, хорошо. На самом деле, видеоредактор меня сильно порадовал и, наверное, отчасти даже удивил. То есть, я не ожидал, что все будет действительно настолько хорошо. А оказалось, даже много лучше, чем я мог себе представить. Итак, видео у нас сохранилось. Смотрите максимально быстро. Давайте запустим, посмотрим, что получилось. Хорошо получился вырезать. Мне нравится. Так. На PlayStation 4 Pro. Да, тоже хорошо. В принципе, мне нравится. То есть, все эффекты, еще музычку на фончик наложите. Вообще шикарно. В общем, годнота, годнота, однозначная годнота. В общем, ссылку на приложение оставляю в описании по традиции. Если захотите, скачивайте, смотрите. Но обязательно посмотрите. То есть, если вам интересен видеомонтаж, особенно если вы начинающий видеомейкер или видеоблогер, может быть, вы кино снимаете или сериал такой свой, крутой, то, в принципе, даже такого редактора вам хватит за глаза. Обязательно ознакомьтесь по полной программе. Ну, а на этом у меня действительно все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, видео было интересным. Оно для вас оказалось полезным. И вы узнали для себя что-то новое. Например, в таком вот видеоредакторе. Ну, а на этом действительно все. Всем спасибо и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok